Я говорю, ну а завтра, когда вы во сколько придёте? Мексиканские трущобы. Вы что, сеньора? А завтра суббота. Я говорю, хорошо, а послезавтра? Ну, послезавтра, тем более это воскресенье. Хорошо, говорю, в понедельник во сколько? А понедельник это день святого Павла, понимаете? Там лещу какого-то святого. А вторник там карнавал начинается. Знаёте, когда здесь вся жизнь вот так вот покачаться в гамаки. Слева как усорвал, справа банан упал там. И всё, куда бедно, с голоду не умрёшь. А эти климатические условия, они очень сильно разбаловали население тем, что действительно не надо делать ни заготовок, ни стройте ставать на жилья. Тёплой одежды не надо. Тёплой одежды не надо, ни готовиться к семье, как её пережить не надо. Вот и получается тропический жаркий пояс. Это гамак, это лачуга с пальмовой крышей. Гамак, больше ничего не надо. Кокосы растут на улице, бананы тоже. С голодом в Мексике никто никогда не убирал. Это нищее население, оно не голодающее. Поэтому... Просто работать не хотят. Работать не хотят зачастую люди. А здесь такие возможности. Здесь можно раскрутиться. Здесь нет вот этого... Знаете, то, что у нас проросла коррупция до низу, сверху. Здесь в верхах коррупция. Здесь нарко-трафик коррупция. Ну, не все же в этих кругах. В обычной, повседневной жизни я с коррупцией не сталкиваю. Здесь спокойно. Не так, как там, допустим, у нас в Краснодаре. Ну, это... Да, шаг не сделаешь. Шаг не сделаешь. Кому-то что-то... Здесь такого нет. Здесь можно начинать с нуля. Работая, потихонечку достичь чего-то. Не надо там какой-то исходный капитал для... Ну, это заоблачные там деньги кому-то. Там надо исходный, серьезный капитал. Но, чтобы жить, достигнуть среднего уровня жизни, здесь работая нормально, трудиться. Не линясь, можно спокойно. Ну, и этого не хотим.